Спокойные, коротко стриженные мужчины в свитерах и джинсах стоя слушают приговор Ленинского районного суда Саранска. Даже сейчас, спустя 10 лет после их оглушительного первого ареста, охрана не выпускает лидера юго-западских из поля зрения. Слишком много крови на этих руках. В этот раз подсудимым инкриминирует убийство Сергея Варакина. Организованная преступная группировка Юго-Запад – один из мощнейших криминальных кланов Мордовии. Больше 15 лет она действовала на территории республики. Специализировалась на рэкете, заказных убийствах, вымогательствах и разбоях. Причем, как признаются даже опытные сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью, юго-западские всегда отличались особенной жестокостью даже к своим. Их даже прозвали эскадроном смерти. Юго-западская группировка, она менее талантлива в бизнесе, но более талантлива в некоторых других вещах, под названием физические акции. И зачастую иногда эту группировку именно, как сказать, и нанимали, и даже и за пределами республики, именно для проведения каких-то таких вот акций. По данным правоохранительных органов, задержанный возглавил группировку в мае 2005 года после загадочного исчезновения предыдущего лидера. Заказное убийство директора Ромадановского сахарного завода Федора Катаева стало самым резонансным преступлением юго-западских. Оперативники Управления по борьбе с организованной преступностью объявили федеральный розыск непосредственных исполнителей и лидера ОПГ Владислава Печникова. Узнав, что следствием доказана его причастность, он скрылся в Турции и сразу был объявлен в межгосударственный розыск. Несмотря на то, что в аэропорту главаря преступной группы встречали вооруженные телохранители, он не успел оказать сопротивление при задержании. Мы искали этих киллеров, мы были уже понятно и известны, кто это совершили, но их надо было поймать. И в определенный момент получилось так, что я лично и сам принимал участие в задержании этих людей, ну и там Комарина, и там других участников, которые были. Потому что мы вначале его задержали, потом вот двух других, и когда их приехали на квартиру задерживать, был вызван СОБР, а СОБР попал в пробку и все. В Москве, вы знаете, что значит пробки. Вот, и нам деваться некуда было, и вот я, и сотрудник центрального аппарата МВД, и вот у меня сотрудник-водитель, вот мы троем вышибли дверь, и вот там уже их тепленькими взяли. После этого в Мордовии начались массовые аресты юго-западских. Это стало настоящим шоком для преступного клана. В 2008 суд признал Владислава Печникова виновным и отправил за решетку на 11 лет. В июле 2011 суд присяжных признал юго-западских виновными в нескольких убийствах. Тогда путем частичного сложения наказаний срок для Печникова увеличился до 20 лет. Теперь новый суд и дополнительный срок. Заметим, что преступления, которые имеют отношение к членам криминального сообщества Юго-Запад, не имеют срока давности. И до сих пор следствие тщательно собирает доказательства по нераскрытым ранее преступлениям, чтобы ни одно злодеяние не осталось без наказаний. Юлия Пурнова, Анастасия Семышева, Александр Данилов. Наши новости.